Устроившего драку со стрельбой в ростовском торговом центре ищет полиция. Было это в пятницу в ТЦ «Орбита» на Королёва. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как двое посетителей центра сначала поругались, а потом и сцепились в борцовской схватке. Один повалил другого на пол, к борьбе подключилась охрана, но усмирить и разъярённого дручуна не удалось. Тот несколько раз ударил в лицо охранника, а потом достал травматический пистолет, выстрелил и только после этого удалился. По информации очевидцев, стрелял мужчина из пистолета «Оса», пострадали в схватке два человека. По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление задержания лица, причастного к совершению преступления. Семилетний мальчик погиб в ДТП, пенсионерка позже скончалась в больнице. Авария случилась в 11 утра субботы на автодороге Ростов-Таганрог, граница с ДНР. 41-летний водитель кроссовера пошел на обгон большегруза с полуприцепом. Но явно не вовремя. В это время по встречке ехала Лада Веста. От лобового удара семилетний мальчик в Ладе погиб на месте. Заметим еще одно грубейшее нарушение. Он ехал на заднем сидении без детского кресла и даже не был пристегнут. Еще один ребенок пяти лет сидел впереди в удерживающем кресле и выжил. Он и 37-летний водитель с травмами в больнице. Виновник аварии и его 64-летняя пассажирка тоже были госпитализированы. Пенсионерка уже в больнице умерла. Ростовская область и вьетнамская провинция Бария Вонгтау договорились составить новое соглашение о сотрудничестве. Встреча донского губернатора с представителем Народного комитета провинции стала частью официального визита делегации Совета Федерации России в Социалистическую Республику Вьетнам. Ростовская область и провинция Бария Вонгтау также имеют давнюю историю. Это история партнерства и близких отношений. Еще в 2000 году было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Теперь пришло время соглашения обновить, отметил Василий Голубев. Полторы сотни волонтеров региональных штабов «Мы вместе» получили госнаграды за помощь жителям новых российских территорий, беженцам, участникам спецопераций и их семьям. Церемонию вручения почетных грамот и благодарности президента, медали за отвагу и орденов «Дружбы» провел первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. Было это на общероссийском семинаре региональных штабов «Мы вместе». Не случайно сегодня здесь Ростов стал таким центром, который через себя все регионы шефы через Ростов, все волонтерские команды через Ростов, на самом деле без такой масштабной самоотверженной работы всей команды Ростовской области. Мы никогда не справились с тем объемом работ, который сделал волонтерский центр. Мы вместе за это время. На семинары в Ростов волонтеры съехались обменяться опытом и еще больше сплотиться, ведь впереди у них еще масса работы. Наблюдала за всем происходящим по телевизору. Поняла, когда началась мобилизация, я поняла, что эта история надолго. А зиму чем-то заниматься надо, я решила, что самое полезное занятие будет помогать нашим здесь на фронте. Сейчас я работаю в клинике Калинина в Донецке, помогаю бойцам. Футбольный Ростов входит в сезон с победой. В последнем контрольном матче крупно обыгран клуб «Арарат Армения», а не путать с просто «Араратом». На исходе получаса игры нашего игрока сбили в штрафной, и Байрамян точно ударил в левый угол, вратарь не дотянулся. А перед самым перерывом наши успешно разыграли штрафной. Подача в штрафную, Голенков поборолся в воздухе, и тут за атакующее дело взялись защитники. Мяч отскочил к Прохину, тот пробил поворотом. Но получился пас на Осипенко, и уже тот забил гол. А на восьмой минуте второго тайма счет стал крупным. В быстрой атаке Сухомлинов прострелил на Мельникова и 3-0. Заметим, что в перерыве Валерий Карпин поменял всех игроков, кроме вратаря Письякова. Ростов уверенно победил, и теперь ждем первого официального матча года. В среду принимаем «Урал» в кубковом турнире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова